Каждый, кто входит в эти двери, в первую очередь подходит к Кубу. Чаще всего здесь звучит фраза «Только чтобы детки были здоровы». Традиционная благотворительная акция «Ты не один» сегодня помогает Кристине Лариной, Кириллу Веселову, Арине Галиятой, Андрею Грязину. У всех тяжелые онкологические заболевания. Детки все тяжелые, трое из онкологии, один из гематологии, впереди у всех четырех очень длительное лечение, операции. В данный момент дети вместе с родителями в больнице. Врачи домой не отпускают. Чтобы победить болезнь, сейчас кому-то из них нужна химиотерапия стоимостью 800 тысяч рублей, кому-то протез за 18 тысяч евро. Родителям своими силами таких денег не собрать. Помогают совершенно незнакомые люди. На собственном опыте могу сказать, что это просто, наверное, какое-то волшебное чудо, когда кто-то совсем незнакомый, который тебя никогда не видел, отзывается и помогает находить дорогостоящие лекарства, которые, возможно, там. Мне, например, лекарства везли из Германии. Абсолютно незнакомые люди. Это очень здорово, это очень важно. И, наверное, нужно почаще участвовать в таких мероприятиях хотя бы раз в жизни. Стоимость билетов на благотворительный концерт составила от 1000 до 5000 рублей. И все разосланные приглашения были приняты. В итоге для малышей собрали около полутора миллионов рублей. На сцене выступают дети, юные балерины. Они знают, что это особенный концерт. Посмотрите вокруг. Сегодня 450 человек присутствуют в Театре комедии на благотворительном концерте, который называется «Ты не один». Я считаю, что наши нижегородские люди настолько отзывчивы. Это говорит само за себя, потому что все приняли приглашение, и зал полон. И мне звонят, спрашивают, нет ли свободных билетов. Это очень приятно. Спасибо всем. Фонд помощи онкобольным детям с 2008 года помог уже 120 малышам. Это не только адресная помощь, но и организация небольших праздников. Ведь дети всегда остаются детьми. Татьяна Ермошина, Анастасия Рябова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.